МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импак». Спасибо, что вы с нами на влиянии. Перед тем, как мы приступим к нашему общению с вами, я предоставлю моего друга и брата-служителя, брата Володю Кебеца. Приветствую, брат Володя. Приветствую. У нас с вами уже добрая традиция встречаться периодически. Очень приятно. Приятно. И я верю, что мы, так сказать, расширим наши с вами встречи в рамках влияния. Потому что у нас с вами не то, что далеко идущие планы, но глубоко идущие планы в слово Господне и в те темы, которые Господь вам дает. Кстати, что меня впечатляет в беседе с вами, что вы сами разрабатываете темы. То есть вы скрупулезно сидите. То есть, ну, бывают такие моменты у нас у служителей, когда мы черпаем откуда, оттуда, оттуда. Но когда мы являемся сами творцами тех откровений, которые получаем, и сами творим на бумаге, потом печатаем. То есть это здорово. Дело в том, что когда идет серьезная мысль, некоторые мысли отрабатываются у меня годами. 10-15 лет. Вот тема, которую мы легенько касались, победа над искушениями, депрессиями, преодоления. Это работало, если не всю жизнь, то почти. Вот. Вот и эти сложности есть. Но сегодня у нас немножко другое направление, и мы постараемся, чтобы все же подойти к этим глубоким состояниям победы. Я в основу нашей беседы, друзья, я положу место из... знаменитое место из Писания. Мы цитируем его очень часто в проповедях, в служениях, в наших личных беседах о важности Слова Божьего. Итак, первое Петра послание, вторая глава, второй стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него, и вот это ключевое слово, возрасти вам во спасение. Брат Володя, когда младенец, приходит, как говорим, на свет, появился младенец, и в течение какого-то периода, то есть он остается младенцем, год младенец, затем три младенец, потом пять лет, нет роста, десять лет, и мы начинаем тревожиться. Мы обеспокоены, это ненормально. Когда он младенец, это нормально, улыбается, но когда с течением времени, в десятилетнем возрасте он все же тот самый младенец, это ненормально. Когда в двадцатилетнем возрасте он тянет на двухлетнего ребенка, это уже ненормально. Ужас. Я люблю говорить, всякая истина параллельна. Давайте перенесемся вот с этого примера в плоскость духовного роста, возраста христианина. Дело в том, брат Юрий и все наши слушатели, я бы сказал, что духовный рост, он параллельно, как человек физический, так он и духовно возрастает, моя жена однажды берет мальчика и складывает ножки, одну с одной. Я посмотрел на она так аккуратненько, и так смотрю, это говорит, правильно ли растут ножки. Это в одной из ваших детей? Это с моих детей, да. А я говорю, а что ты делаешь? Она говорит, мне надо знать его развитие. И мы коснулись, как-то сказать, до 20 лет, а она с маленьких начальных дней месяцев, как он кушает, как он питается, как он развивается, как он... И мамы здорово замечают это. А церковь – это тоже мать, и поэтому личности, которые развиваются, они должны быть у нас во внимании, и должны смотреть, чтобы действительно, как уже у нами было прочитано, что младенцы, они же должны возрасти, и возрасти не у младенческих, а во спасение, чтобы это состояние было развито. То есть здесь взаимосвязь, в этом месте взаимосвязь между спасением и духовным ростом. Или наоборот, скажу, между духовным ростом и спасением. Не может быть одно без другого. Не может быть спасения без нормального, правильного духовного роста. Да, и безусловно, даже и духовного, даже и физического. Если вот мы отметили, если два, допустим, 20 лет, и человек не имеет достаточно мышления, это... Мы смотрим с сожалением. К сожалению, и мы смотрим, что это ненормально, поэтому я именно хотел бы, чтобы люди понимали, что развитие духовной личности не может быть тоже без развития нашего состояния, как физического, так же, конечно, прежде всего, духовного, но физическое, интеллектуальное. А может быть... А может быть... Эмоциональное. А хорошо. А в 20 лет, если говорим биологический возраст, 20 лет, мы можем экспромтом стать 70-летними по возрасту духовному или нет? Такого не бывает. Я думаю, что... Перепрыгнуть. Я думаю, что возраст есть возраст. Хотя возраст бывает... Вообще-то, брат Юрий, я работал и работаю с детками, однажды иду, девочка была невысокая, а потом встала на голову выше. И она такая стала, как сказать, такая особенная, вот, подтянутая. Я так смотрю, думаю, высоковато. И она неудобно даже себя чувствует. Поэтому... Говорят, не по годам. О, правильно, говорят, не по годам. Поэтому все хорошо, когда делается по годам и делается... И в меру. В меру. И не бурно. Потому что мы с тобой, как духовные работники, мы с тобой знаем, что если человек раз и вырос, и мы видели, что этот человек потом может делать такие ошибки и спады. Да. Поэтому все должно быть соразмерно и правильно. И все же взял мы вот эту огромную тему, и тему не сегодняшнего дня, только развития христианина как личности. Может ли христианин как личность развиться не в развитой семье? Да. Стабильное, нормальное, хорошее поведение родителей. И, соответственно, может ли ребенок развиться, если не должно состояние в церкви? Или в семье, как вы сказали. Да, в семье и в церкви. То есть атмосфера для развития очень важна. Блажены мы с вами, чтобы мы были взращены в правильной атмосфере. Я говорю о своей семье. Наверное, я унисон, вы скажете, я о своей семье. Я скажу, что, Юрий, моя жизнь сложилась немножко не так, как это. Потому что отец у меня погиб в первых днях войны. И я остался сиротой. Мне был годик всего. Что я соображал? Я иногда говорю, что детям до вот этих буч, воин и этих. И я страдал. Я страдал голод, нищета. Но мама у меня была идеальнейший человек, которая вложила в мое... Христианка. Христианка, которая вложила в мое сердечко. Порой, как однажды ты сказал, я не совсем был такой, как это. И я, как ребенок, тоже же был. Но она вложила доброту. Она вложила христианские чувства любви. Мы не были никогда богатыми. Но дело в том, что всегда были гости. И мама мне говорит, сынок, ты не переживай. Что есть, то дадим. Урежем где-то, может, от себя что-нибудь. Но гостей же всегда лучше. И у нас это есть. И мы к этому располагаем. Поэтому, конечно, развитие ребеночка – это атмосфера, в которой он развивается. Это колыбельное состояние, отношение к маме, это семья и, безусловно, церковь. Немножко неприятный момент. Но однажды я иду в церкви. Многотысячный. Идет передо мной отец и говорит ребеночка, я тебе сейчас как дам. И так он, я посмотрел, у него и зубки так сжаты, знаешь. А я так посмотрел и говорю, ты знаешь что, а я тебе сейчас как дам. А он на меня смотрит. И неожиданно. И неожиданно, да. Ну, я уже старичок. А я говорю, ты как ведешь себя с ребенком в церкви? Ведь ты идешь в церковь, будут говорить о Боге любви. А я тебе дам. И тут я тебе, да еще и зубки так сжаты, как сказать. Поэтому, друзья мои, я обращаю внимание наше именно на то, что развивается личность ребеночка или личность христианина. Вот она развивается не в отдельных условиях, как иногда в камерных условиях. Нет, она развивается в обществе, и все это имеет влияние. Всякая истина параллельна. Да. Вот смотрите, возраст или нормальный рост любого растения. Создайте ему условия. Условия. Я на своем огороде обратил внимание. Мы с женой посадили елку, ель. Ель. Маленькую, небольшую. И мы туда этой химии. Я думал, чем больше, тем лучше. А я был, пару лет назад, я был новичок в этом, как называется это, наука. Ну, в растительной ходе. В растительной. Всевозможное. И мы туда, как мешок в этот маленький... Вай, вай, вай. Мешок, брат Володя, не вру. И думаем, чем больше насыпем, быстрее. Мы спалили. Мы спалили. Сожгли, конечно. Жена потом со слезами смотрит. Говорит, смотри, что мы надеялись. Сожгли. Точно таким образом, если химия, если в нашем духовном росте, в росте ребенка, в жизни ребенка, в его окружении много химии. Химия – это инородная. Есть естественная среда почвенная, естественно, чернозем. А есть, когда мы туда инородная, а еще очень много инородного, получается химия, и мы сгораем. Мы сжигаем. Точно так же стоит обратить внимание на развитие личности, что так же бывает и в жизни, брат Юрий. Если ребенок, если ребенок однажды растет и нет условия любви, он не может постичь то, что должен, он постичь, что Бог есть любовь и стоит это. Поэтому однажды я был в одной церкви, и один братик такой интересненький подходит. Носик у него такой особо красненький. И я так посмотрел на него, говорю, сколько тебе лет, брат? А он говорит, мне три годика. А я на него смотрю, и он уже был в возрасте, больше 70 лет. Я говорю, почему? А ты же видишь мой носик. Я был пьяницей. И, говорит, горким пьяницей был. А теперь я детенок Божий. А я так посмотрел, мне так понравилось, Юра, что есть дети духовные, есть дети физического именно развития. И поэтому те и другие должны воспитываться в правильных условиях или на правильной почве. Потому что подготовка почвы, это же, вот, как и написано, кто-то садил, кто-то поливал, а все возвращающее есть. Поэтому я бы хотел, брат Юрий и дорогие мои друзья-слушатели, обратить особое-особое внимание на то, о чем мы сказали, что возрастиво спасение на Слове Божьем. А дети смотрят и впитывают то, что их окружает. В нашей системе координат, вот как мы любим говорить, в системе наших координат, если мы взрослые, мы детям отдаем, к стыду нашему и к сожалению, мы отдаем какое-то такое место, как будто это какой-то предаток, как будто это что-то чуть ли не постороннее, вот оно где-то болтается около нас. И мешает. Там, как вы говорите, или шлепнуть там, или я тебе как дам, кто-то говорил ребенку, да. Но, по большому счету, это неотъемлемая часть, он естественно и правильно, он растет. Если я расту духовно, естественно и правильно. Или наоборот, если деградирует глава семьи, или деградирует, будем говорить... Общество. Общество. Ну, нельзя сказать, служитель деградирует, но духовно не растет, скажем так. Духовно мало растет, более так мягко скажу. Если духовно мало, таким образом растет и вся церковь, так или нет? Если не растет в проповеди, не растет в познании, не растет в помазании или в благодати, церковь пребывает так же? Нет плода, да. Продолжайте. Поэтому я бы хотел попросить, чтобы на это обратили особое внимание не того, что послушали и забыли, и было хорошо сказано, а для того, чтобы красиво сделать, брат Юрий, красиво сделать. Когда личность развивается в атмосфере любви, уважения, заботы... Я однажды говорил, что когда мы изучили, что такое МХК, мировая художественная культура, и когда мы преподавали в классах школы, вот я спросил детки, а кто маме и папе говорит приятного сна или с добрым утром, или это... Я удивился, Юрий, не никто, но не единички были. Но когда мы стали учить, стали люди учиться, и родители обратили внимание, что даже дети стали совсем иначе вести себя. Я так думаю, а где вы, родители? Поэтому, друзья мои, говоря о росте, хоть духовном, потому что духовный рост личности человека, это происходит в церкви, это небезразлично, что в церкви, как разговариваем. Вот, ведь есть такое, можно сказать, неприятное выражение. Кто дает ответ, не выслушал, тот... Глупец там написано. Или стыд, да. И глупый, тот глупый, стыд ему написано. Но сказать, что когда ведется братский совет, или членское служение, или еще что-то ведется, и сказать, что здесь много глупцов, потому что перебиваем друг друга, это знаете, как будет звучать? А между тем, есть то, что мы, воспитывая детей в доме, не должны ронять ничего лишнего. И почему-то написано никакое... Гнилое. Слово донесло только... Доброе. Доброе, для того, чтобы оно обогащало человека добротой. Ну, точно так же, брат Юрий, личность и духовная, то есть, как я уже сказал, старичок с красненьким носиком, но он сказал, что ему три годика. Хорошо, скажите, пожалуйста, у вас есть образование, ну, скажем, светское, у вас есть образование, я знаю, да. Насколько для тех из нас, которые имеют средне-техническое или высшее образование, еще с советского... Насколько важно оно, или сопутствует ли оно, скажем, содействует ли оно к тому, что я как-то, ну, миром мое восприятие, миром мое восприятие, оно чуть-чуть... Потому что там и культуре чуть-чуть учили, там учили и этому, и... И интеллекту, и рациональному практическому поведению. А как вы думаете, вот с вашим опытом? Я думаю, Юрий, что пройдя такой огромный путь, и уже идя к закату жизни, я сказал бы, что это работает при условии. При условии. Если знание... Не наднимает? Не наднимает, и знание делом является, а не знанием. А то я образованный, интереснее же, или, как сказать, может быть, не очень интересный, но случай такой. У меня одна учительная попросила замену в классе, ей нужно было где-то. Я говорю, знаешь что, милая, у меня одно условие есть. Найди замену лучше, чем ты. И пришла, значит, учительница, она закончила университет, вот, и ушла в класс, мы дали объем работы, и все. Ушла в класс, но ко мне приходят дети и говорят, учительница обозвала нас глупцами. И жалуются дети. И я сказал директору, мы пообратили, да, она обозвала всех детей ненормальными, вот, потому что поведение у них было такое. Вот, и мы, Юра, посмотрели, университет, то университет. Может, до безумия донести? Высокая, высокая наука. Образование, да, образование не употреблено в темно. Вот, и моим всем сотрудникам я дарил, и всегда дарю, и нам тоже, имея в виду это, вот, мудр ли и разумен кто из вас, докажи это чем? Добрыми делами. Нормальным поведением написано, вот. Поэтому, друзья мои, поведение человека, пусть он будет правитель, пусть он будет кто бы то ни был, вот, написано даже, блажен народ, когда царь из благородного рода и ведет себя. Поэтому, друзья мои, образование имеет значение, как развитие личности, но образование оценивается поведением. Точно. Толковое поведение, как отца или мамы, вот. Между прочим, часто самые распущенные дети учителей, и в образованных людей. И в обеспеченных, казалось бы, в семей. Поэтому, друзья мои, а это говорит о том, что мы не умеем наше образование употребить в нашей бытной жизни. Поэтому, друзья мои. Хотя, оно не приходится раз на раз. Сколько раз мне приходилось встречать пожилых людей, у которого один коридор церковно-приходской школы. Даже классов нет, один только в коридоре он стоял. Но насколько он вежливый, насколько он благородный, насколько он культурный. И узнаешь, что у него нету два высших образования. У него университет Соломонова или Ломоносова, этого он не оканчивал в московске, МГУ не оканчивал. Но он благородный, он культурный, он вежливый. Оно раз на раз не приходится. Поэтому, брат Юрий, любое образование, оно приносит большую пользу, если оно употреблено в деле. Мы заканчивали университет, и были разные преподаватели. Но один преподаватель, говоря о воспитании, именно и развитии человека, говорит, приехал один в церковь пастырем, я магистр, говорит. А бабушка одна подошла, говорит, сынок, и таких грешников Бог прощает. Поэтому пусть Господь благословит. И все, кто имеет образование, покажите это на самом деле добрым поведением. Это начало от семьи, это начало от рабочих мест, чтобы мы видели, нас видели, что мы люди. И ведем себя правильно. И я встречал людей со всякими образованиями, когда они превращались в алкоголиков, в низких падших. Вот, когда разваливались семьи. Вот, и ты правильно говоришь, а вот старичок, который один коридор, как сказать. Вот, а он воспитал детей. И эти дети куда воспитаны, и те, к этому, говоря о развитии личности, мы именно касаемся о том, что развитие личности должно быть, должно быть в семье. А хорошо, как быть с теми, кто не столь подкован в науке, если говорим за родителей. Не все подкованы. Многие пересекли границу, не будучи столь образованы. Могут ли они самоусовершенствоваться здесь, чтобы подтягивать детей, подтягивать внуков, чтобы учить их? Вот как в этом быть случае? Или церковь играет, должна в этом случае, если отец с матерью не дотягивает до того, чтобы влиять мощно на детей, так тогда церковь должна играть свою роль? Юрий, я знаю, что влияние каждой личности имеет свое значение. Но особый фундамент и особая атмосфера созидания человека как личности – это в семье. И говоря о семье, мы имеем два направления, то есть семья – дом и семья – церковь. Поэтому и в доме, и в семье хорошо. Но не стесняйтесь, друзья мои, я лично говорю, не стесняйтесь, если мы заметили наши недостатки. Что сделать? Пригласите людей, которые нас окружают, и скажите, простите нас. Какого-то служителя, может быть? Не имеет значения. Если служитель извиняется перед обществом, он показывает, что надо делать. Остальным всем. Если отец или мама извиняются перед детками, это показывает, что так нам хорошо поступать. Поэтому не стоит. Я хотел бы обратить внимание, что говорит Славар Ажегова о росте или возрастании. На странице 684 и столбик 3, там говорит человек, как иногда мы говорим, может быть не такой духовный, но смысл какой – увеличение организма или отдельных органов в процессе развития. Это и дальше увеличение в числе, в силе и в духе. Видите, даже Ажегова об этом писает. Да, а потом дальше он так пишет. Это усиление, укрепление и совершенствование в процессе развития. И дальше, Юрий, о чем я проводил семинар с учителями, замечает ли учителя детей способных и талантливых. А здесь он также отмечает развитие талантов, мастерства и творческое и научное развитие. Здесь целый букет. Целый букет. И не обратить внимания на эти умнейшие предложения для нас, как человечества, это необходимо. Поэтому я прошу всех, кто нас может воспринять, слышать, вот обратите внимание лично на себя, как на личность. И время есть поправляться. Я в свои годы, уже идет к 80 годам, я еще все поправляюсь. И для меня очень, очень приятно извиниться. А вы знаете, на прошлой неделе 101 год самый пожилой студент получил диплом колледжа в Америке. 101 год. Все нормально. Представьте себе. Человек не сидит и ждет, когда СССР и человек пришлют, а человек усовершенствуется. Но разве это не пример достоин подражания? Конечно, конечно. Поэтому стоит, друзья, нам идти к развитию. Далее мне хотелось бы, как приятно, все же автор словаря Жегов изложил все эти вещи. Но это же приятно, надо нам осуществить в нашей жизни. Это же надо осуществить. Потому что если теория, не подкрепляемая действиями и практикой, она ничего не дает. Это пустой звук. Да. И мы остановились на том, что возлюбите чистое словесное молоко, от которого мы можем возрасти. И это как детки, так и мы. У меня внучек, ему исполнилось 4 годика, 16-го, и мы молимся, он отче наш. И мы все молимся, отче наш, потому что он начинает, мы молимся. Поэтому он уже слышит и он уже продуктирует это. То есть здесь слово играет, Божье слово. Сейчас мы говорим, да? Если возлюбите чистое словесное молоко, это слово. То есть слово Божье и в вопросе роста, в вопросе роста, духовного роста нас как личности. И мы можем о росте говорить во всяких областях. В области интеллекта, в области эмоций, в духовной среде, во всех областях. В социальной среде. В социальной среде, совершенно. В политической даже, общественной. То есть слово Божье, оно играет огромную роль. Оно не имело бы, знаете, такого преимущества, но так оно написано. И написано, вот, пришел свет. И люди во тьме увидели свет. Поэтому доброту, которую Бог подарил нам, на нашу планету, это Христос. И когда мы, вот, о Рождестве мы говорили, мы отмечали, что Рождество принесло избавление людей от их грехов. Спасение. Мир. Да. Принесло. Любовь, так полюбил Бог мир. Вот. И именно... Спасет людей своих от грехов. И именно еще, что мир и благоволение. То есть Божье благословение для нас, от которого мы питаемся. Поэтому, если в семье не читается Слово Божие и не показана жизнь, натуральная, настоящая жизнь, это не дает таких эффектов. Да, но где-то ребенок, когда он пытливый, он может постичь и остановиться. Но когда он возрастает во спасение, это уже совсем другой аспект. Поэтому Слово Божие, оно и живо, оно и действенно, оно и производит большую работу. Почему-то, брат Юрий, когда мы читаем первую главу и пятый стишок Откровения, там написано, что блажен читающий, слушающий. А я так смотрю, думаю, вау. Оказывается, когда ребеночек еще в колыбельке, но отец и мать включают Слово Божие, где тихенько говорится, блаженны, чистое сердце блаженны, и вот миротворцы блаженны, изданные и так далее. И Слово Божие дает уже эффект. Однажды одной маме сказали, она держит ребеночка в грудной и читает Слово Божие вслух. А ей говорят, что ты читаешь? Она же не понимает. А она говорит, извините, но он слышит, а Слово Божие отсюда дух и жизнь. И я наблюдаю за многими семьями, Юрий, в этой семье все настоящие люди, не говоря о том, что они настоящие христиане, они люди настоящие. Во-первых, это личность. Во-первых, это настоящий человек. Да, 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 да. А потом настоящие христиане. Это очень важно. Да, это важно и фундаментально. Что бы мне хотелось бы еще попросить, друзья? Для того, чтобы в нашей семье и служители, все, прошу служителей, обратите внимание, первое служение наше – это кто не печется о своих, а домашних, тот отрекся от веры. Поэтому, дорогие работники, не вы духовные, пожалуйста, первое – это семья, первое – это дети, первое – это их, именно возрастание их как личности. И поэтому в семье должен быть основной порядок, который дает человеку возможность постигать и расти духовно. Брат Володя, практический вопрос. Я более чем уверен, вы анализируете случаи, ряд негативных случаев, когда семья благочестивая, богобоязненная, ходящая в страхе Божьем, любящая Господа, ожидающая его воспасения, но дети, даже в семьях служителей, но дети хромают. Вы анализируете такие вещи? Я знаю, это очень тяжелый вопрос. Это табу, которого мы стараемся не трогать. Это тот табу. Его надо трогать, брат Юрий, его нужно трогать, его нужно рассматривать. Дело в том, когда не сделано, как я уже говорил, у меня лично для того, чтобы это было созидание, я веду работу, как я уже сказал, у меня внучечек есть, я с ним дружу, и я ему говорю, мы с тобой друзья, понимаешь? И он, еду с ним в церковь, а он, вау, какая красота! Восхищается. У него там друзья есть, понимаете? И в нашей церкви есть садик, есть воскресная школа, есть подростковая школа, есть школа миссионерская, есть школа проповедников. И когда люди направляются и воспитываются, они узнают, где тьма, и где курьба, где пьянство, где алкоголь, где разврат, где беззаконие. Зачем мне это надо, когда я имею хорошую семью? Вот. И мне с внучеком ему подарили большую такую коробку, вот что палкой бьют и конфеты вываливаются. Я посмотрел, там полная эта банка, думаю, этот, испортится ребенок. Я взял это и приношу учителям в детсадик и говорю, вы знаете, что пусть они здесь все колотят этой палкой, разделите на всех. Вот. От его лица и имени. И они все там дружно, как семейка, это был наш, этот, улей, вот, такой. Они там радостно все это разделили на всех, и никому не в обиде, и всем хорошо. Поэтому, друзья мои, такое воспитание производит. У служителей, у нас большая ошибка у служителей в том, что мы много уделяем время для церкви и не уделяем время для детей. Брат Юрий, брат Юрий, и все слушатели, запомните, самое хорошее воспитание человека – это в игре. На улице. На улице. В парке где-нибудь, в парке. Да-да-да, где-то в парке. Где-то я с внуками играл в футбол, понимаете. Вот. Такое. Да не потому это надо мне, чтобы, а потому, чтобы я был с ними. И они учатся поведением, учатся разумным нравом. Вот такое. Поэтому, друзья мои, я очень обращаю внимание на развитие ребенка. Итак, для того, чтобы ребенок развивался нормально, если слово Божье не читается в семье, нормального ожидать не придется. Юрий, брат, и все, кто нас слушает, мы же детальные люди, мы так хорошо понимаем. Блажен муж. Первый псалом, который не ходит, не сидит, то есть не стоит и не сидит. И не сидит. Три составляющие. Да-да. Он должен не ходить, не стоять и не сидеть. Да. Казалось бы, движение – это жизнь, как мы говорили с вами по телефону вчера. Да-да. Казалось бы, движение, а здесь он не должен ходить, не должен стоять и не должен сидеть. В ненужных местах. Вот. В ненужных местах. Но там написано, что он во всем, что он не делает, успеет, если будет поучаться в законе день и ночь. А теперь, кто с сослужителей и кто с духовных наших делателей вообще, с братьев и сестер, поучается в законе день и ночь? Ну, я могу. Как мы вкладываем это детям, чтобы они могли это, как мы отправляем их на сон, как мы встаем, как мы, знаете, поем. Вот. Моя жена поет «Спи, малютка, сном, спокойно». Он говорит, девушка, а я не понимаю. Ага. Божия не читается в семье. У меня есть, кстати, только одна семья, которая заявила мне конкретно и ясно, что... Мы когда поженились, мы решили, что будем читать Библию каждый день. А я так послушал, думаю... Где-то были какие-то... Я говорю, а как вот было, когда вот ребенок болеет или же еще... А мне говорит брат, когда ребенок болеет, я его качаю, жена читает. Мы когда с женой женились, мы положили в своем сердце, что в нас не будет телевизора. Потому что в нас никогда не было телевизора там, в тех местах, где мы жили, на Украине. И мы приняли решение еще до свадьбы, что в нас телевизора не будет. Потому что я начинал уже молодым служителем быть. И что вы думаете? На свадьбу американские спонсора, к которым я приехал... Подарили. Огромный, красивый, несут, тащат несколько человек телевизор. Ну правда, мы потом избавились от этого греха, мы передарили другим людям, образно выражаясь. Но тем не менее, когда воспитывают, как вы говорите, не слово, а воспитывают телевизор или игры. Мультики. Мультики, пультики. Когда воспитывают это, это пагуба. Большая пагуба. Определенно. Я, брат Юрий, такого же состояния, как и ты. Но когда я стал более глубее мыслить, видимо, я могу так сказать. Мы ездим на машинах. И это же необходимо. Да. Мы пользуемся интернетом. Да. И любой машиной надо научиться пользоваться. В нужных направлениях. Один брат говорит, с телевизора вышел сатана и вошел в человека. Во-первых, для того, чтобы он вошел, надо дать место. Во-вторых, телевизор – это машина. И с машины вышел сатана – сатанист. С машины вышел христианин – христианин. Я лично за то, чтобы все телевидение было занято христианскими направлениями. А ради этого мы с вами находимся на импакте. И поэтому, может быть, даже это наше немножко, не немножко, а, наверное, недостаток, что мы не владеем так оборудованием, как нужно, и научить работать людей, как нужно. Чему вы? Вы видите, брат Володя, что вот эта американская система особенно, она настолько давлящая. И в области финансово, надо и билы оплачивать. Вот материальная составляющая не последняя, к сожалению. И для того, чтобы в Америке стать безумным Христа ради, фанатиком, чтобы все остальное, оно не доминировало, чтобы фокус держаться на… А Христос говорит, а все остальное приложится. Но вот смотрите, как мы можем духовно возрастать и быть гигантами веры, и быть победителями, мужественными, противостоятелями. Вот обратите внимание на богослужение в пятницу. Я не говорю за вашу церковь, я в общем говорю. Ну, так сказать, бывая там и сям, и на этом берегу, и на том, и в других местах. Пятница молитвенная, молитвенная. Мы думаем, духовный рост только в воскресном богослужении, когда я красиво выгляжу, в галстуке, когда звучит проповедь с кафедры, красивая проповедь, и хор поет. Но по большому счету духовный рост, он включает в себя, включает в себя. Правильно. В пятницу. А посмотрите на пятницу. Я не с тем, чтобы бросить тень на нашу христианскую действительность, но вместе с тем это желает быть лучшим. Посмотрите, знаете, те, кто созидают церковь, те, кто созидают пастырей, те, кто созидают молодежь и детей, те, кто по-украински «будуют силу Христову», есть такое выражение, это те, которые в пятницах, колено преклоненно, нам молятся за то, что будет в воскресенье. Я не ушел от темы. То есть в букете для нашего, для успешного, эффективного духовного роста здесь на своем месте должно быть все. Потому что если одно упускаем, получается тело, мое тело, тело человека, оно получается, знаете, как инвалид. Одна час растет, а вторая отстает. Отстает. Совершенно верно. Дело в том, Юрий, что мы говорим очень правильно, и то, что ты говоришь, может быть, не так следует что-то заострять, но дело в том, что если мы не будем говорить о недостатках, они будут у нас неисправимы. Если мы будем говорить, они будут исправляться. И я отрабатывал, и мне Бог подарил, я так живу. Вот правила, по которым я должен жить. Вы выработали для себя, и для семьи. И для себя, и для семьи, и для общества. Я об этом говорю часто в церкви. Вот они, четыре правила. Мы едем по дороге, и у нас есть правила. Апостол Павел говорит, чтобы так вы должны мыслить, если кто хочет быть совершенным, так должны мыслить и по тому правилу. Поступать. Жить. Понимаете? Так вот, жить по правилам надо. И у меня есть много правил, которые я осуществляю, передаю это и говорю. Вы знаете, что чтобы родился ребенок нормальным, нужно, чтобы нормально молился отец и мать. Скажите, не так? Вот, дальше я говорю, отец, три дня с постом каждый месяц. Заточь, чтобы мама была здоровенькая, чтобы ребенок был здоровенький, чтобы рождение было облегченное и божественное. Одна сестра сказала, чего я должна рождать детей так, как Бог сказал Адаму, я во Христе Иисусе новая тварь. Понимаете? И она молилась. А еще одна мама говорит, когда я была уже в ожидании ребенка, и был уже на том месте, где рождают ребенка, я молилась духом. И говорит, когда я исполнилась духом, я знала, что ребенок рожден. А я слушаю это и думаю, ну и здорово. Понимаете? Это уже чуть ли не царство Божие пришло царство. А я думаю, почему бы такого царства Божия не иметь каждому? Понимаете? И ведь царство Божие внутрь нас есть. Вот так она такую веру имеет, и ей так. Поэтому, друзья мои, каждый муж в ожидании ребенка должен быть три дня с постом каждый месяц за то, о чем мы сказали. Что усматриваешь ты? Здоровье ребеночка, характер ребеночка, божественное присутствие в ребеночке. Написано, что исполнился духом. Вочевая матерь еще. Поэтому, друзья мои, эти все аспекты... Если я прочитаю Колоссянам 2.19. Колоссянам 2.19. «И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Вот, брат Юрий, о чем мы с тобой болеем, переживаем и просим возрастом Божьим расти отцу, маме. О чем мы сказали правило три дня с постом каждый месяц. Дети рождаются совсем другие, отдыхают и спят совсем иначе, кушают совсем иначе, живут совсем иначе. И это имеет большое-большое значение. Поэтому возраст Божий, он необходим. И говоря о возрасте, я бы хотел остановиться, брат Юрий, на четырех правилах настоящего возраста. Мы говорили о правилах, вот, что водитель... Каждый водитель знает, но он не думает, когда к перекрестку приехал, на какой цвет. Он знает. Так вот, дорогие мои друзья, знать нужно и сделать. Первое. Мы остановились. Чтобы возрасти, нужно Слово Божье. Раз. Молитва. Два. Служение Богу. Три. И делайте добро. Четыре. Я это моим деткам говорю, я об этом и делаем так. Вот. И дети говорят, папа, Слово молитвы, служение и доброта. Мы это знаем. Я говорю, да, детки, хорошо, спасибо, но еще же надо делать. То, что мы знаем, это хорошо, а то, что мы делаем это, это хорошо. И почему-то, когда мы созидаемся вот по этим правилам, брат Юрий, мы видим меньше проблем, и вообще их почти нету. Понимаете? Проблемы встречаются тогда, когда мы встречаем воспитание. Вот так надо чувствовать. Вот смотрите, держите, брат Володя, вы сказали сильную мысль. Можно иметь большое знание, как мы говорим, семь пядей во лбу иметь. Голова огромная от знаний. Но самое огромное расстояние, самое огромное расстояние в мире, это не расстояние между Луной и Солнцем, или там какой-то планетной системой, миллиарды лет световых отсюда. Самое огромное расстояние между здесь и вот здесь. Чтобы отсюда пришло в сердце, да мы работаем над этим, Дух Святой над этим работает. Работаем всю жизнь до 80, до 90, до 100 лет. Но как трудно преодолеть вот это, казалось бы, ну сколько здесь, один фут, 12 инчий? Но вот это расстояние от головы, от разума, перенести его в область Духа, в область сердца, вот область вот этой составляющей, это для многих почему-то непреодолимо. Вот такая голова от знаний, но сюда оно не опускается. Да это же недалеко отсюда сюда. Один фут, 12 инчий, может чуть больше, меньше, это я уже так... Условно. Условно. Но это для многих непреодолимо. И как часто, и много, мы слышим, 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 учимся, 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 учимся. Апостол Павел говорит, да вам же должно быть учителями. Учителями вас надо. А надо, почему? Преодолеть это расстояние. Как я говорил, Дух Святой в этом помогает. Слово помогает, церковь помогает. Бывают благочестивые родители, способствуют этому. Но вот преодолеть это расстояние, это такой процесс, зачастую, очень тяжелый. Еще, Юрий, от мышления к сердцу, а от сердца к практике жизни. Что вы? И сделать это образом жизни и мышления наше, чтобы было такое, чтобы наше поведение, как мы уже говорили. Я хочу все же продолжить, расти это слово, и о слое Божьем написано поучаться день и ночь. Лично Бог сказал Иисусу Навину, вот эта книга, чтобы не отходила, тогда ты будешь успешен. Поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать. Благоразумно. Второе, о чем мы говорим, запишите, мои дорогие друзья, молитва. Почему-то о молитве написано, Бог ли не защитит вопиющих к нему день и ночь. В Луки написано 18 глава 7 стих. Вы не думаете, что это уже экстрим? День и ночь надо вопиять? А недостаточно ежеси на небесе? Я думаю, что недостаточно, если было достаточно, не было бы такого нам дана. Но даже написано римлянам 12-12 написано, в скорби будьте терпеливы в молитве. Постоянно. Постоянно. Кроме этого, первое, фессалоникийцам 5 глава 17 стих. Не пристанно молить. Я хочу сказать, друзья, чтобы не смущали, где найти этих дней и ночей. За рулем едешь, вспоминай Слово Божие. Вот. Едешь за рулем, помолись, Господь, благослови машиночку спереди и сзади, при подошлом и стрессом. Помолись, помолись, это будет благословение. Вот. И следующее, служение Богу. Я бы, когда я обратил внимание на служение Богу, мы вообще неправильно его мыслим во многих местах. Служение Богу, понимаете, надо за кафедрой, в хоре, в воскресенье. В воскресенье. В воскресенье. А вообще, это ж хорошо, но недостаточно. Маленькая часть. Маленькая часть. Можно сказать, крошная. Крошная. А огромная часть. Любовью служите друг другу. Галатом написано в 5 главе 13 стих. А любовью друг другу. Это муж, жене, жена, мужу, дети друг другу и родителям. И в церкви любовью служите друг другу. Брат Володя, вы на больное место наступили. Вы наступили на больное место. Я вам знаете, почему? Скажу, потому что в церкви, мы в своей церкви знаем друг друга. С одной чаши принимаем святыню. Да. Но я бизнесмен. Если вы мне не заплатите по потолку, я с вами дело иметь не буду. Если служите, ну так служите. Ну так служите. Я одного обличил. Явно обличил. Когда, говорю, вы в одной церкви. Он приехал к старушке. И он такую цену есть загнул. Там надо было что-то потек потолок. Да. И он говорит, я бизнесмен, бизнес есть бизнес. Я говорю, ты совести не имеешь. Стыд тебе и срам. Слушай, она на СССР. Ты приехал на BMW седьмой модели. Последней модели. И ты 2000 долларов для того, чтобы день потратить. Так служите любовью друг к другу. Любовью. Я перешел плоскость практики, брат Володя. Ну так иначе без практики мы жить не можем. Дальше. Когда мы читаем, читаем 1 Петра 4 глава и 10 стих там написано. Каждый служит друг другу тем даром, какой получил. Без измен служи делом. Конечно. Бросай. Мне иногда сказали, брат Володя, ты как-то занимаешься немножко. Вот. Это ты и бесплатно. Я говорю, я бесплатно еще никогда не работал. Я работаю за улицы с чистого золота. Я работаю за жемчужные ворота, где мы пройдем. Друзья мои, не разменивайтесь на эти вот мелочи, пожалуйста. На доллар какой-то ты готов совесть продать. За доллар ты готов продать совесть. Ну стыд и срам. Юрчик, ну написано уже, что они убоги и богатей. Богатейте убоги. Отправляйте с бизнеса части и все. Убоги и богатейте. Убоги и богатейте ж прекрасно. Вот. Иногда мы, этот, путают люди. Не убоги, а земля и все дела на ней сгорают. Юрий, когда я подумал однажды, вот, земля и все дома, и все машины, и все деньги, и все бизнесы, и все-все-все сгорит. А в небе? Вы такую тему подняли. Целая тема. Любовью служите друг другу. Это очень сильная тема. Это практическое служение. Это принцип практического служения. Практического служения. Жизнь не практическая, Юрий. Это практическая жизнь. И поэтому, вот, как интересно, Юрий, вот мы с тобой читаем, и снова же день и ночь получатся. Анна постом и молитвой, при храме. Служил Богу день и ночь. Why? Где найти дни и ночей? Вот. Но когда мы отдаем то, что можем отдавать, и от сердца, и от души, и, как написано, все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека. Поэтому, друзья мои, пусть Господь благословит. И мы уже частично остановились, но я хотел бы еще коснуться, что делаете добро. И написано, добро делаете всем на Ипатии. На Ипатии. Своим. Поэтому, друзья мои, запомните, что тот, что возвратится, но говоря о добре, брат Юрий, не откажи в любезности. Прочитай, пожалуйста, 6 глава Иоанна. Ага, пожалуйста. 6 стих, 28 и 29. 6 глава, 28 и 29 стих. Читаю. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Послал. Так вот, иногда люди путают, а я добрый человек, это ничего не значит. Если ты не знаешь Спасителя, если ты не знаешь, кто путь, кто является истиной жизнью, то есть, если ты не знаешь Иисуса Христа, все добрые дела, они не имеют такого огромного веса. Как они будут иметь после того, когда ты познаешь святую истину. И во Христе Иисусе мы Его творение становимся. Созданы на добрые дела. И созданы только на добрые дела. Поэтому, если кто ошибся, покайся. И делай добрые дела, они обязательно. И поэтому начало добрых дел – это обращение к Господу. К живому и истинному. К живому истинному, о чем мы говорили, что ныне родился в городе Давидовым Спаситель, который есть Христос. У нас осталось 4 минуты, брат Володя. У нас тема очень интересная. И сколько процентов мы покрыли этой темой, я не знаю. Но процентов 10, наверное, что мы хотели сказать, мы сказали. Главное, брат Юрий, что 4 правила. Слово, молитва, служение и доброта, и любовью. Служите друг другу, пожалуйста, рассмотрите. Я почему говорю? Когда мы что-то говорим, я говорю, пожалуйста, не слушайте только. Запишите. Вникните. И сделайте. Одни мне говорят, а что я говорю? Ты кушаешь? Нет? Ты каждый день кушаешь? Почему Слово Божие не считаешь, чтобы от него вот расти? Или как кушать, кушаешь, чтобы живу, а Слово Божие, чтобы духовно расти не надо? Поэтому, Юрий, почему мы касаемся вот этих вот, как сказать, осторожных вопросов или язвенных вопросов? Потому что делать станем любить не словом или... Языком, а делом и истинным. А делом и истинным. Мы на этом и окончим, дабы не быть нам духовными карликами, но возрасти, возрасти. Брат Володя, я попрошу, мы встанем сейчас для молитвы. У нас осталось время совершить молитву. Совершите, пожалуйста. Мы благословим семьи. Кто-то в этом слове себя увидел. И это благо, что себя увидел. Дай, моя корзенька, я помолюсь, и ты помолишь. Хорошо, мы встанем на ноги. Молитесь, пожалуйста. Вечный, сильный, благословенный Отец. Я работаю над собой, чтобы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным, чтобы моя жена, мои детки, мои внуки и внучки, правнуки и правнучки, проправнуки и проправнучки до тысячи родов были, Господь мой, в должном состоянии были твоими людьми. Господи, благослови все семьи твоего народа. Да, Господь, нам надо расти, Господь, и возрастом расти, физически возрастать, Господь мой, крепнуть для деток, Господь мой, и духовно надо возрастать, что более честно, и добросовестно, и важно. Благослови нас, Господь, останься с нами, и церкви, как семью, благослови, будь со всеми нами, вечный Господь. Господь, я также благословляю каждую семью, кто с нами встречается от малого до великого, от самого пожилого до юного, Господи, благослови все, что они делают, все, кем они есть, пусть они будут благословены и в делах, и в поступках, и в служениях, и в жизни, в повседневных, и в семьях, во имя Иисуса. Боже, пусть не убывает их, но прибавляется от полноты Твоей благодати, пусть это слово будет принято, то, о чем мы беседовали, пусть оно возрастет, Господь, пусть оно принесет плод в их жизни, во имя Иисуса. Мы благословляем, да будут, Господи, разрушены все планы сатаны, направленные против семей, против служителей, против мужей, во имя Иисуса, против детей, во имя Иисуса, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты Бог, Святой, Живой и Истинный, приходя к Тебе во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, брат Володя. Следующее, мы будем продолжать, следующую тему. В нас есть тема, да. Все от Тебя. Поэтому спасибо огромное, друзья, спасибо, что вы были с нами на «Импакте». Я знаю, что было слово сказано, а вами оно было принято. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на «Импакте». Будьте благословенны. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.